Добрый день! Меня зовут Александра Эдельберг, я стилист Шварцком Профешнл. Как известно, на укладке есть своя мода, и сейчас вы узнаете, что популярно в этом сезоне. Мы продолжаем серию видеороликов, в которых показываем, как сделать модную прическу в салоне или самостоятельно с помощью средств для укладки Osses Session Label. Сегодня мы вам покажем укладку на основе кост. Предварительно мы вымыли волосы нашей модели, нанесли крем для гладкости Osses Session Label. Он не только защитил наши волосы от высокой температуры во время сушки волос феном, но и придал дополнительную гладкость и блеск. Итак, приступим. Для начала нам нужно разделить всю массу волос на две части. Начнем с верхней зоны, так будет намного легче и проще, когда вы будете выполнять прическу самостоятельно. Расчесываем волосы. Перед тем, как соберем хвост, зафиксируем волосы и уберем излишнюю пушистость с помощью лака для волос. Эластичной резинкой зафиксируем хвост. Первый хвост готов. Лучше его убрать, чтобы он не мешал нам, когда мы будем собирать нижний хвост. Волосы нижней затылочной зоны расчесываем максимально близко к предыдущему хвосту и также фиксируем его резинкой. Хвосты должны располагаться максимально близко друг к другу. Убираем зажим. Прежде чем мы приступим к созданию кос, мы зафиксируем лаком и уберем излишнюю пушистость по всей поверхности волос, используя при этом лак легкой фиксации. Он не только оставит волосы эластичными, но и не склеивает их, и благодаря сухому распределению очень легко счесывается. Перед тем, как приступить к плетению кос, необходимо обработать созданные нами хвосты кремом для гладкости. Он облегчит плетение кос и уберет излишнюю пушистость. Равномерно распределите крем для гладкости по всей поверхности волос, тщательно расчешите хвосты и затем приступите к плетению. Начнем с верхнего хвоста. Я буду плести обычную косу из трех прядей. Делим хвост на три пряди и плетем обычную, не тугую косу. Если какие-то пряди из-за того, что стрижка градуированная вылазят из косы, ничего страшного. Легкая небрежность, наоборот, сделает вашу прическу более роскошной. Начесали концы волос для того, чтобы она не распускалась. И теперь нам необходимо добавить объема косе. Мы вытягиваем ее края в стороны, насколько позволит длина волос. И впоследствии фиксируем лаком с сильной фиксацией. Он просто незаменим в прическах на основе плетения. Теперь мы создаем косу из нижнего хвоста. Такую же обычную, классическую, из трех прядей. У косы я также слегка начешу, чтобы она не распадалась. И добавлю объема, вытянув края косы по бокам. И, конечно, зафиксируем все лаком с сильной фиксацией. Приступим к созданию формы. Начнем с нижнего хвоста. Хотя вы можете начать и с верхнего, и никакой роли это не сыграет. Нижнюю косу оборачиваем ее вокруг основания верхней косы. И с помощью шпилек или невидимок фиксируем. И добавляем дополнительный объем. Конечно, фиксируем лаком. Теперь верхнюю косу мы оборачиваем вокруг основания нижней косы. И также фиксируем шпильками. В тех местах, где вы по ощущениям чувствуете, что необходима дополнительная фиксация. Концы волос аккуратно прячем под косой. Закрываем основание резинок. Добавляем объемы, текстуры. И фиксируем прическу лаком. Итак, наша актуальная прическа на основе кос готова. И сейчас мы вам покажем, как можно легко, быстро и просто повторить ее самостоятельно в домашних условиях. С помощью средств для укладки Ossis Session Label. Предварительно вам необходимо вымыть волосы, высушить и на влажные волосы перед сушкой феном нанести крем для гладкости Ossis Session Label. Он придаст волосам дополнительную гладкость и блеск, а также защитит волосы от высокой температуры при сушке волос феном. Нам необходимо собрать два хвоста на небольшом расстоянии друг от друга. Они могут быть собраны как на нижней затылочной зоне, так и чуть выше. Обработайте два хвоста кремом для гладкости, для того, чтобы волосы стали более эластичными и мягкими, что облегчит вам создание кос. Заплетите из каждого хвоста по одной классической косичке из трех прядей. Зафиксируйте концы волос либо с помощью резинки, либо сделав небольшой начес расческой. Распушите каждую из кос, чтобы придать дополнительный объем. После того, как вы распушили каждую из кос, нанесите сверху лак эластичной фиксации Ossis Session Label. Он не склеивает волосы, оставляет их эластичными, что облегчит вам формирование прически последующим. Затем с помощью шпилек или невидимок зафиксируйте нижнюю косу у основания верхней косы. И то же самое наоборот. Верхнюю косу зафиксируйте у основания нижней косы, используя шпильки или невидимки. Добавьте дополнительный объем, вытянув края косы и зафиксируйте созданную вами прическу лаком с сильной фиксацией, для того, чтобы она сохранила свою форму в течение всего дня. Даже на создание такой актуальной и модной прически на основе кос, которая подойдет для торжественного выхода в свет, вам понадобится всего лишь 10-15 минут. А со средствами для укладки Ossis Session Label вы будете выглядеть, как будто бы только что сошли с подиума. Будьте красивыми каждый день! Субтитры создавал DimaTorzok